МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Южная крепость Москвы, Донской монастырь. Один из самых поздних по времени основания, 1591 год. В тот год к Москве подступил с войной крымский хан Козы Герей. Это был последний случай прорыва Крыма к стенам Москвы. На этом месте стоял русский лагерь во главе с Борисом Годуновым и еще не царем. Так что Донской монастырь – памятник той победы. К 1593 году здесь появился каменный собор, нынешний Малый собор монастыря. В советские годы Донской монастырь был музеем архитектуры, и поэтому хорошо сохранился. Его история, истории его памятников не могут уместиться в хронологическую рамку нашего рассказа. Вспомнить хотя бы судьбу патриарха Тихона, содержавшегося здесь под домашним арестом. Площадка над святыми воротами монастыря была единственным местом дозволенных ему прогулок. Тихон и погребен в Донском монастыре. Его святые мощи – новый священный центр древнего монастырского некрополя. Некрополь Донского монастыря – наша тема сегодня. Некрополь занимает около четверти монастырской территории к югу и востоку от Большого собора. Важнейшие и древнейшие погребения располагались, конечно, в самих соборах. В старом и новом Большом соборе, освященном в 1698 году, к началу XVIII века была обустроена усыпальница грузинского царского дома в изгнании. Царь Арчил II, современник Петра, создал здесь Сретенскую церковь над могилами своих сыновей. Другим грузинским царем в изгнании был Вахтанг VI, прибывший при Петре II. Сам он погребен в Астрахани, но здесь, в общей усыпальнице Багратионе, покоятся и его сыновья. В галерее Большого собора, в этом Лапидарии, в удивительном собрании камней, не сразу обратишь внимание на этот камень-крест. Дата на нем 1771 года, сентября 16-го, отмечает день знаменитого чумного бунта, когда во время эпидемии архиепископ московский Амвросий запретил верующим прикладываться к чудотворной иконе у Варварских ворот. Вот москвичи сочли своего святителя слишком ученым, да не слишком верующим. Погнались за ним, нашли в Донском монастыре, здесь, в алтаре Большого собора, и растерзали. Сам архиепископ похоронен в Малом соборе, а этот камень, отмечавший место убийства, с тех пор кочует по монастырской территории. 71-й год вообще важнейший в истории московского некрополя. После чумы Екатерина запретила погребать при городских церквях. Образовались кладбища, в современном смысле слова, всем нам известные, вроде Ваганьковского. Туда потянулись разных чинов люди. Аристократия, разумеется, предпочитала ограды окраинных монастырей. Так, как выглядит некрополь Донского, выглядели и некрополь Новодевичьего монастыря, очень прореженные в советские годы, и вовсе уничтоженные кладбища Андроникова, Новоспасского, Симонова, Данилова монастырей, характерные для XVIII века саркофаги на львиных лапах. Ну и, конечно, целые заповедники, фамильные геральдики и знаменитых поэтических эпитафий. А вот так выглядели семейные участки. Архитектура малых форм здесь едва ли не более интересна, чем надгробные памятники. Это участок Глебовых-Стрешневых, знаменитого рода. Глебовы-Стрешневы владельцы подмосковной усадьбы Покровская-Стрешнева, ныне вошедших в черту Москвы и столь же знаменитого городского дома на Никитской. На соседнем участке дворян Барышниковых, происходивших из вяземских купцов, сохранились уже выдающиеся произведения скульптурного искусства, работы лучших мастеров-классицистов Васильева Ивановича Демота Малиновского, Ивана Петровича Виталия. Супруга Барышникова скончалась раньше. Малиновский изобразил сцену ее ухода в виде античной композиции. Бог Хронос, бог с косой, отрывает ее от семьи. А Виталий, современник Пушкина, переодел всю семью в вампирные одежды того времени. Супруга зовет Ивана Ивановича на небеса. Один из ранних шедевров Донского кладбища. Надгробие сенатора Козлова, работы выдающегося скульптора. Гаврил Тихоновича Замараева, соавтора Казакова по его лучшим архитектурным постройкам. Особенно впечатляет фигура геральдического льва с несколько двусмысленным выражением морды. Пожалуй, он все-таки утешает плакальщицу, склонившуюся над урной. Сенатор Козлов был еще жив, когда в Донском монастыре погребали Александра Петровича Сумарокова, отца русского театра, русской драматургии, совершенно забытого к 1700. К 1977 году, незадолго до смерти, он был разорен эксцентричным меценатом Прокофьем Демидовым, погребенным, кстати, здесь же, в Донском монастыре Сумарокова, хоронили несколько актеров. Спустя полвека Александр Сергеевич Пушкин погребал в монастыре своего дядю-поэта Василия Львовича Пушкина, а потом пошел искать могилу Сумарокова и нашел где-то здесь совершенно забытую. В 1951 году Моссовет установил тут нынешний памятник. Видимо, это старейшая писательская могила в Донском монастыре. Сумароков поэт эпохи барокко, а литературный классицизм представлен в Донском монастыре погребением Михаила Матвеевича Хираскова, знаменитейшего поэта своего времени, куратора Московского университета и крупнейшего масона. Вокруг несколько погребений князей Трубецких, его ближайших родственников, в том числе вот это, знаменитое надгробие Анны Петровны Кожуховой, урожденной княжной Трубецкой, шедевр Ивана Петровича Мартаса, автора памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Рядом с шедевром Мартаса, шедевр Ивана Петровича Виталия, мы на фамильных участках Тутолмины. Вот он, этот памятник. Иван Васильевич Тутолмин и его супруга, урожденная графиня Панина, отсюда и два герба. Памятник еще вполне классический, замечательный мрамор на граните, но лик Христа в розовой гирлянде выполнен уже в духе романтизма. Виталий последний мастер ампира и первый мастер романтизма в московской скульптуре. Быть может, у каждого исторического пространства есть свое центральное, или, как выражаются культурологи, осевое время, время, вокруг которого это пространство словно бы вращается. На кладбище Донского монастыря это, пожалуй, Пушкинское время, или шире время от 12-го года до жизни писателей Пушкинского круга. Здесь погребены князь Владимир Федорович Адоевский, граф Владимир Александрович Сологуб и, конечно, Петр Яковлевич Чадаев. Его могила в Донском монастыре одна из самых популярных, если вообще уместно говорить в этом случае, о популярности. Здесь всегда цветы, и словно бы какие-то неизвестные люди считают своим долгом поддерживать эту могилу. Место было выбрано не случайно. Чадаев завещал похоронить себя в ногах Авдотьи Сергеевны Норовой, безнадежно влюбленной в него незамужной девушки. Их роман был в основном почтовым. И что удивительно, философические письма подписаны автором так из Некрополя, то есть города мертвых. Донской Некрополь это и город литературных персонажей. Вот там погребен Василий Семенович Оган Дагановский, Чекалинский, из Пиковой дамы Пушкин остался ему. Должен в карты этот долг выплачивал Николай Первый. В церкви Михаила Архангела, родовой усыпальнице Голицына, погребена сама Пиковая дама, княгиня Наталья Петровна. А там, у галереи Большого собора, декабрист, граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, Дубровский. То персонажи Пушкинские, а вот Варвара Петровна Тургенева, мать писателя, знаменитая барыня из Муму. У Тургенева были тяжелые отношения с матерью на похороны. Он опоздал, прибыл в Москву вечером того же дня. За алтарями Большого собора с 18 века традиционно строились крупные семейные мавзолеи. Вот, например, Серая пирамида семейства Щербатовых, часовни и даже церкви. Желтая ротонда это церковь преподобного Александра Свирского над могилой сенатора графа Александра Зубова, отца Екатерининского фаворита Платона Зубова. А вот эта часовня серого камня замечательный памятник Серебряного века или неорусского стиля произведения выдающегося зодчего Романа Ивановича Клейна «Усыпальница семейства Левченко». «Усыпальница» это, пожалуй, лучший памятник модерна в Донском монастыре. Роман Клейн мог строить в любом стиле. Здесь он сравнялся с корифеями неорусской архитектуры. Основатель неорюса Виктор Васнецов считается автором мозаичных икон в этой часовне, в том числе чтимого образа Святого Николая, возле которого, как правило, горит свеча. И в форме огня свечи решены клейновские главки на этой часовне. Левченко были фабрикантами, но, судя по гербу, дворянского происхождения. Имена Серебряного века в Донском некрополе первостепенные. В группе простых белых крестов за моей спиной не так давно было обнаружено погребение князя Сергея Николаевича Трубецкого, знаменитого философа Серебряного века, первого избранного ректора Московского университета. Это надгробие 20-х годов, над погребением Василия Осипича Ключевского, нашего величайшего историка, скончавшегося в 11-м году. Рядом хотел лежать и лежит Александр Исаевич Солженицын. Вообще же, некрополь Донского монастыря в последнее время становится, конечно, не в такой степени, как новодевичьим государственным пантеоном. В дальнем углу территории перезахоронены останки белых генералов Деникина и капеля философа Ивана Ильина и писателя Ивана Шмелева. Мы снова у Малого собора в самом центре старой монастырской территории. Древнейший памятник монастыря, памятник Годуновской архитектуры конца 16-го века. Но мы не об архитектуре. Малый собор это центр некрополя. Малый собор и сам некрополь. Более того, это один из нескольких патриарших некрополей России. Именно здесь у южной стены в трапезной погребен святой патриарх Тихон. И место это не случайно. С внешней стороны той же стены похоронен келейник патриарха Яков Полозов, заслонивший его от покушения здесь же в Донском, заслонивший ценой собственной жизни. Некрополь. Город мертвых. Именно город. Город людей, но и город домов. И последний приют значит также последний дом. У каждого семейного участка был или есть аналог в городе. Вот семейство Грушицких. Воздвиженка 9. Адрес более известный как дом Болконского. Здесь, кстати, сохранились следы первоначальной раскраски белого камня. Всю историю аристократической Москвы нового времени можно было излагать в монастырских некрополях. Можно изложить в некрополе Донского монастыря некрополь Зазеркалье города живых иная форма его существования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова